Несмотря на плюсовую погоду и дожди, приморцы идут на лед за уловом. Угроза жизни и трагический случай для заядлого рыбака, как показывает практика, не преграда. Азарт берет верх на здравым смыслом. Начинаю рыбалка. Клюет. Позовем рыбалку. Позовем ее. Социальные сети пестрят фотографиями рыбаков с уловом. И это несмотря на то, что даже коллеги по хобби предупреждают о неокрепшем льде. Тем временем на угольные весенние уже вовсю началась охота на рыбу. Вот уже первая жертва. Вон там МЧС. Всего несколько дней назад в пригороде Владивостока людей унесло в море на оторвавшейся льдине. Несколько десятков рыбаков успели вернуться на сушу. А двух мужчин спасателям пришлось снимать с дрейфующей льдины. При этом один из них погиб. По прибытию к месту на берегу были найдены личные вещи одного из мужчин. В последствии из воды было извлечено тело погибшего мужчины. Данный факт стал следствием личного непренебрежения информации Главного управления МЧС России о недопустимости выхода на лед. Особенно в период его неустойчивого становления. МЧС напоминает, что на тонкий лед выходить категорически запрещено. Крепким лед можно считать только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 в соленой. Определить прочность льда можно и визуально. Голубой лед крепкий, белый в два раза тоньше, самый ненадежный с оттенками серого. Но оценить пока нечего, так как с нынешней температурой весь лед растаял. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.